всем привет вы смотрите мир глазами охотника такие прекрасные места мы приехали в разведку на голубя на вяхере вчера я был по этим полям принципе проехал голубей как бы в достатке был сегодня то ли мы поздновато приехали где-то пол седьмого уже вечером посмотреть вечером то ли не знаю они куда-то на другие места перелетели но голубей было очень мало видели не пару стаек таких но голов до 20 и пару одиночных голубей косуля вот по этому полю ходила зашла вот в эти кусты вот которые за мной мы ее засняли как она заходила непонятно самец или самка ну так далековато метров 200 ну не знаю будем решать куда завтра присесть на утрянку верно вернемся туда в начало в общем все увидите дальше нашел голубя вчера тут было много вроде бы козлик а может и козочка но очень далеко я же тебе говорил этого самого что увидим тут коз козлик ну это видишь это взрослый голубь ну не молодой у молодых нету такой ярко выраженной вот на шее пятна вот этого вот белого и у него на крыльях отсюда наверно плохо видно на крыльях тоже есть такая белая полосочка молодого такого еще нету характерного оперения он такой больше на сизово похож голубя и у него и он меньше сам сейчас выставляем побыстрому щучила солнце еще не встало самое раннее раннее утро 6 часов где-то в районе будем прятаться в кукурузе вот там вот расставим вот здесь вот решили на этом поле расставиться потому что тут вот только передисковали можно обратить внимание что даже вот вот лежат еще зерна вот начали прорастать видишь как то есть недавно продисковали уже соседние поля там же озимка вот ну вот такая вот выросла тут еще более-менее одной зеленых паростков нету и присутствуют тут голубиные перья но явно видно что он сюда прилетает но не что не сильно в большом объеме я думаю что надеюсь что что-то налетит сейчас по-быстрому расставляются чучела вот тут такой пригорочек чтобы видно было хорошо голубя что сдалека он летел и видел стайку голубиную что она здесь дислоцируется часть чучал тут поставим вот тут здесь сделаем такой ну как бы островок для присады в округе большое количество полей позавчера я ездил везде присутствовал голубь так равномерно но не было какого-то большого скопления в одном месте но будем надеяться что тут как бы самое перспективное вот уже начинает виднеться и вот видно что там зерно лежит вот оставшиеся сюда вроде как и там да ну вообще ноль по фазе вот только солнце показалось выше горизонта пол седьмого первые голуби полетели там один вдалеке летит уже начали летать ну это крайней мере это хорошо что уже они появились ждем пока кто-нибудь прилетит к нам сюда вроде как летян да прямо 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 впереди посели там все к ним подойдут в саму краю чего а а а а а а и а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Молодец, молодец, принеси, давай, давай, принеси, 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 молодец, принеси. Что ты чего, до канавы донесла, а дальше нести не хочешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Но он уже такой... Это, наверное, с первого выводка. Они делают два выводка за год, ну, за лето. Но он уже такой крупненький. По весу. Первый гахер в этом сезоне. Да, вон летят еще. Они сейчас покормятся немного, до часиков восьми, а потом уже начнут сюда-сюда летать. Типа над тем полем больше летать, я так понимаю, да? Уже налетят. Может, и сюда прилетят. Хотелось бы в это верить. Они так падают? Ну, они так снижаются. Да. Видишь, как это зависает иногда. И хвосты длинные. Это бакланы. Где? Ага, стайка там, стайка. Давайте-давайте. Вон, налетает, налетает. Блин, не заснял. Он сядет, да? Ах! 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 Ва, сбил! С полем! Спасибо. Молодец, молодец! Ходи заберу. Взять, молодец! Все, фу! Фу! Отдай! Это сизый! Смотри, это, видишь, уже старый гол. Ага, с этими... Да, да. А это сизый. А что значит сизый? Ну, это как в городах такие. Сизый. Ага, поняла. Он меньше, видишь, насколько. Ну, вот, сейчас по классике, налетели голуби, прям над чучелами. Один, их было, наверное, четверо, три еще налетали, но первый уже прям завис над профилями. Я решил стрелять, не ждать остальных. Ну, в принципе, со второго до был, еще и сизый зашел со спины. Стреляю сегодня, вот, опять азотом, пятерочка, Сибирь, не очень мне нравятся эти патроны. Ну, пятерка вообще крупноватая на голубя, я бы семерку, конечно, использовал, как на утку. Но у нас в магазине выбора вообще нету. Самая мелкая дробь единственного производителя. Единственный вид патрона Сибирь, 32 грамма, пятерочка, азот. Ну, стреляем. Мне как-то больше нравится, наверное, главпатрон. Ну, азот мне тоже нравится, но вот профи красной гильзи. У этих какая-то, я бы сказал, что такая агрессивная отдача. О, вот тот? Нет, это что-то. А может, нет, голод. Ну, как бы не на нас, может и на нас. Ага, что-то тут как бы вроде к нам. Заходит, заходит. Это зайдет по-любому. Хороший такой сизый. Крупный, сизарек. Чудо, что за ямы? Комбайн будет ехать и капец. Как тебе кофеечек? За ваше здоровье. О, смотри, сколько летит. Блин, что они все как-то стороной? Вон один налетает. Видишь, к раннему буду стрелять. Да что ты будешь делать? Зря стрелял. Далеко, понимаешь? А кажется, что они близко. Скажите, пожалуйста, как у вас получается так прекрасно мазать? Это талант. Талант мазилы. Я могу промазать даже с открытыми глазами. Что вы, собственно, и делаете. Да. Даже в упор в лося могу не попасть. Ну, такая вот сегодня получилась охота. Четыре голубя удалось добыть. Остальные испуганные полетели домой. Вот это поле второе. В принципе, сюда летали. Часть голубей. Часть там, где мы сидели, только дальше получается. Завтра, не знаю. Ну, завтра, послезавтра приедем. Либо сюда сядем, на это поле. Ну, либо туда уже. Так что, смотрите дальше. Это не конец. Собираются улетать. Нет, не звоняй. Уже буслы. Привет, привет. Все, это значит, лето закончилось. Созерцаем очередной восход солнца. Сегодня, кстати, комарики. Значит, на этом же поле сегодня я один. Вот у нас там солнце встает. Вот пол седьмого. Вчера в это время пошли первые голуби. Ну, вот я пока расставлял стайку. Одного уже видел, там протянул. Налетела утка. Я там. Ну, смазал, короче. С рюкзаком, не с рюкзаком, с сумкой на плече шел. Значит, то же поле, та же кукуруза, только чуть-чуть поменял место. Мы сидели в самом, можно сказать, оно таким углом идет. Мы сидели вот там, где дерево виднеет. Тут они больше летали. Ну, посмотрим, как сегодня повезет. Я думаю, что-то-то да налетит. О-о. Вот первый летит. Так, ну, вовсю уже летает дичь. О, вот и первые голуби летят. А нет, это шпаки, шпаки, шпаки. Ложная тревога. Солнце очень быстро поднимается. Такое ощущение, что вот оно только чуть выглянуло из-за горизонта, а уже на два своих корпуса поднялось над ним. Опять вчерашний день. И главное, блин, я же знал, что так и будет. Что я пойду куда-нибудь и обязательно на чучела прилетят. Ну, вот они сели сто метров от меня. Ну, такая стайка, десять штук. Я отошел буквально метров, блин, сорок. Смотрю и оборачиваюсь, а там голубь сидит. Чучела, прям посередине. Ну, как всегда. Ох, сколько перья выбил-то. Ну что, уже под ранок. Сел, да? Надо идти добирать его. Ищи. Ищи, 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 тут, тут, тут. Давай, давай, давай. Нашла. Нельзя. Вот такой. Вот такой красавчик. Есть. Есть. Молодец. Фу! Молодой вяхер. Есть. Ну, так, с хорошей высоты я его снял. Блин, без чивы мог бы и не найти. Ну, сбил молодого вяхеря, так, ну, высоковато. Тоже, ну, не намертво бит, подошел, живой еще был. Чива нашла в кукурузе. И как раз туда вот чучела, горлица села, ну, до этого. И я хотел поснимать ее, как она там ходит. Ну, и вот в этот они момент налетели. Короче, не дали поснимать горлиц. Есть. Есть. Вот, и две горлицы. Нет, это не горлица. Да, это две горлицы. О, летают. Смотрите, что выделывают. О, 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 чик-чик-чик. Оно супер, супер налет. Вот, хороший яхер. Крупный. Ну, вот, чучела двумя группками посадил. Вот одна, а вот вторая. Между ними где-то расстояние метров 15. Вот там перья, видно, лежат от сбитого. И вот четко те, которые голуби заходят на посадку, прямо вот сюда, вот в свободное место посередине. А я думал, ну, сдалека, думаю, что там за маленькие шпаки, вчера, когда сидел, а это, оказывается, горлицы тут летают. Ну, горлицы прям подсаживаются сразу, ляп. Я буду пробовать, если... Нет, высоковато, высоковато, не буду стрекать. Вот это тут нормально. Есть. Мне что, в кукурузе искать его, конечно. О, нашла. Молодец, молодец. Молодец. Оп, еще один вяхер. Хорошо зашел. До последнего он не знал, что ему делать. То ли заходить, то ли не заходить на эти чучела. Все, как бы, грубка такая, голов 10 или 8 летела. И он последний, как бы, летел и все хотел зайти на эти чучела. И хотел, как бы, и с остальными полететь, и на чучела зайти, но... О, 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 заходит, заходит, заходит. Я вторым промазал. Одного взял. С полем. Это у меня сегодня охота получается. Каловой прошел, сейчас путь захочу. Блин. Это классический промах. Ко мне, ко мне, ко мне. Заходим, заходим. Промазал. Волшебный кофе. Только его начинаю пить, сразу голуби начинают лететь ко мне. Ну, только что-то я, бывает, мажу по ним. Ну, от этого охота только интереснее, когда начинаешь мазать. Прислали мне два Бобер термоса. Ну, вот, где-то с месяца назад, полтора, на тест. Я одним уже активно пользуюсь. Ну, хорошая, качественная, нормальная вещь. Мне нравится, в принципе. Два одинаковых термоса. Один матовый, другой глянцевый. Ну, и один я решил среди вас разыграть. Вот такой ништячок от меня для вас. Условия конкурса супер простые. Вы должны быть подписаны на мой канал. И под этим видео напишите комментарий, который будет начинаться со слов термос Бобер. Ну, а дальше уже полет вашей фантазии. Как вы угодите Оле, потому что она выберет победителя сама. Из своих личных. Не знаю, какими она будет критериями пользоваться. Так что задабривайте ее, как хотите. Комментарий может ограничиваться только полетом вашей фантазии. И через две недели победителя я закреплю под этим видео. Он будет... Комментарий, который победил, будет закреплен под этим видео. И в моем инстаграме тоже я скажу, кто победил. Так что тоже переходите по ссылке снизу и заходите в мой инстаграм, чтобы быть в курсе, потому что я там что-то иногда выкидываю. Надо как-то постараться его получше вести, этот инстаграм. Ну, как бы... Ой, блин, прозевал. Прозевал каким-то... Налет вяхеря. Участвуйте в конкурсе, смотрите мои видеоролики. Хороший. Сегодня пока одни вяхери. Он тоже хороший. Блин. Так, они вылетели с этого. Вот они сидят, прилетели. Горлицу не стреляем. У нас охотиться на горлицу нельзя. Можно только с голубей на сизово охотиться и на вяхеря охотиться. Не, ну этого, конечно, шансов не было. После того, как горлицу пропускаешь, сразу вяхер налетает. Молодой вяхер. Вот, сели два голубя, два вяхеря только что. Пасутся там, ходят. Красавчики. Ну, нормально они, кстати, заходили. Я думал, на фичела зайдут, но... Вот напротив сели. Далеко. Блин, попал жестоко. Перья выбил с него. Да, где-то вот так вот он. Пошли, чего? Пошли. Сейчас попробуем поискать того голубя. Вряд ли, я думаю, что-то получится из этого. Но попытаться стоит. Нашла, что ли? О, нашли! Молодец! Ай, чего! Молодец! Вот, нашел этого голубя. Чудом, бляха-муха! Ну, метров больше ста он утянул за кукурузу. Ну, я видел, что он так ниже, 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 ниже пошел. Ну, мало ли. Может, подранок, а может, даже... Вот одна дробина, видно, попала. Ну, класс! Супер, супер! Это, конечно, подарок хороший. Ну, понятно, он бы тут не пропал. Какая-то лиса бы съела, но... Лиса и сама себе что-нибудь словит. Мышку откопает. А мы едем за этим деликатесом. Супер! Хороший вяхер, крупный. Ну, это капец, конечно. Как я его смазал. Это капец! Хе-хе-хе-хе! Ну, что, бывает, бывает. Блин, ну, третий выстрел уже это вообще... Ну, зря я делал. Есть! Есть! Ну, все, это будет последний на сегодня. Блин, вот эта кукурузина мне помешала стрелять. Ну, нормально. Главное, что сбил. Хоть кого-то я вторым сбил. Вот так он красивенько налетел, блин. Ну, вот у нас результат. 10 голубей я сегодня взял. Одного сизого. В основном все старые. Где-то три молодые, наверное. Вообще, очень-очень-очень остался довольный сегодняшней охотой. Ну, пару промахов было. Ну, не так, чтобы сильно много. Короче, класс. Много налетов было. И горлицы, и... И сизые, и вяхери. Можно было сегодня прям голубиная сортина стрелять. В прошлом году мы с Димоном было видео. 10 штук взяли вдвоем. А в этом году я вот один. Один. 10 штук. Ну, конечно, можно было еще посидеть. Ну, сколько сейчас времени? Сейчас уже где-то полдесятого. До полдевятого, до без пятнадцати девять. С полседьмого до пол... До без пятнадцати девять голуби вообще отлично летали. Потом где-то полдевятого, без пятнадцати девять, уже началось меньше лед и меньше-меньше на спад. Ну, вот за час где-то было ну, два, наверное, налета. Вот за последний час, что я сижу. То есть, ну, с утра. Основная активность с утра. Ну, и сейчас жарко. Наверное, они уже быстренько нахавались и полетели отдыхать. Сегодня жарко. Вчера было холоднее. Ну, в принципе, после обеда тоже можно приезжать, сидеть. он не будет в течение дня налетать. Ну, и так нормально на сегодня. Супер. Просто супер, конечно. Чива мне молодец, помогла. Крузи три голубя нашла. Одного очень далеко утянул. Больше ста метров. Я, ну, не видел даже, что он упал. Я чисто так по ощущениям он так ниже-ниже. Ну, думал, наверное, есть. Ну, и так оно и было, в принципе. Ну, что, сейчас собираю... Собираю мои чучалочки. Видно, начали подстираться чучела за год. Это наши белорусские запаловские. Вот видно на боках. Ну, как бы... Это еще норм. Это еще норм, я считаю. Еще не этот сезон. Я думаю, что и следующие походят. Вот чего там засранка бегает. Конечно, я думаю, если бы у меня была сегодня семерочка, ну, или хотя бы спортинговые патроны, то результативность была бы совсем другая. Я думаю, что я бы стрелял лучше. Ну, хотя, кто его знает. Появится семерочка. Опробуем, как говорится. Я думаю, что скоро время не появится. Кто-нибудь мне с Минска привезет патронов. Потому что я уже не могу с этих стрелять. С этой Сибири она какая-то бляха злая, агрессивная. Начал уходить с поля. На соседнем вышла козочка поле. через дорогу. Или козлик. Козлик, наверное. Ну, я не вижу отсюда. Да. А мы вот тут, да, с табачью. Интересно. Будет она нас бояться или не будет? Или будет пастись дальше? Либо это молодой козлик, либо козочка. Эй! О. Эй! Я ему кричу, он в другую сторону смотрит. Козел! Эй! Козел! О, увидел. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, участвуйте в конкурсе и увидимся в угодьях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok